Этот сюжет мы решили написать после того, как относительно недавно в России наконец-то отошли от позорной риторики из серии «Потерь нет». Потерь в вооруженных силах России нет. И пусть и устами Пригожина, а не Министерство обороны, принялись признавать, какой дорогой ценой обходится стране, объявленная Путиным, так называемая СВО. Глава российской ЧВК Вагнер Евгений Пригожин признал среду, что в затяжных боях за город Бахмут на востоке Украины его военные формирования потеряли более 20 тысяч бойцов. Из них половина были заключенными, завербованными в российских тюрьмах. За время ведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20%. Их погибло ровно столько же, сколько и тех, кто пришел к нам по контракту. Десятки тысяч погибших только в районе Бахмута. И то, если Пригожин сказал честно, а не приуменьшил потери. Но здесь надо понимать, что помимо погибших есть еще и раненые. Стандартное соотношение убитых к раненым на войне – один к трём. То есть помимо 20 тысяч убитых россиян под Бахмутом есть еще и 60 тысяч раненых. Многие из которых стали инвалидами навсегда и больше не смогут работать. И это еще раз только на одном участке. А вспомните нытье чудом выживших чмобиков. Вот ребята все здесь. Наши командиры, кого первых отправили. И отсюда невозможно выбраться. Даже трехсотых не забирает. Ребята по 10 дней, по неделям лежат. Здесь гниют, пока их заберут. Тела даже не забирать. И смело делайте вывод, что на других локациях потери России не меньше. При том, что выхлопа от штурмовых действий мясом не так и много. Ну то есть российские солдаты куда активнее захватывают кладбище своей страны, а не украинских городах. Кладбище разрастаются по всей России. А там, где не растут, заканчиваются места. Заканчиваются места для захоронения участников так называемой СВО и в Сургуте. Не хватает мест на кладбищах в Ярославле, Ростове-на-Дону и не только. К чему мы это все говорим, спросите вы? А ответ на поверхности. Путин, играя в геополитику, не только кошмарит Украину, но и поставил целые народности РФ на грань вымирания. Ведь давайте честно, основа российской армии – это жители самых бедных регионов России. Бурятия, Дагестан, Тыват, Чукотка. Бурятия является лидером по количеству погибших на душу населения. Ближайшие два других лидера, ближайшие – это республика Тыва и Дагестан. И для каждого из этих регионов потери на фронте сравнимы с катастрофой. В той же Чукотке из-за невыносимых условий жизни проживает каких-то 50 тысяч человек. Чукотский автономный округ. Население 47,5 тысяч человек. Просто вдумайтесь в эту цифру. Раненых и убитых россиян под Бахмутом оказалось существенно больше, чем все население Чукотки. И все же понимают, что на место убитого Чукчи процветать на Чукотку никто не поедет. Люди же не враги себе, чтобы жить вот в таких условиях. Угольные копии сегодня четвертый по численности населения населенный пункт на Чукотке. В целом поселок угольные копии можно охарактеризовать как очаговая цивилизация. Заброшка, заброшка, заброшка. Магазин у Антона. Здесь можно прожить? Да. Мне не хватает, так и на пиво. Я не знаю, как бы вымереть бы скорее. В итоге и Чукотка, и Якутия, и Бурятия, и Тыва реально вымирают. И разумеется, это не случайность. Ведь дело в том, что относительно небольшие народности в России традиционно живут по остаточному принципу. Создаются такие условия, в которых жить невозможно. И, конечно, на федеральных каналах об этом ни слова. Подумаешь, проблема у граждан России. Подумаешь, мужиков в отдельных регионах скоро не останется. Послушайте-ка лучше что-нибудь о трансгендерах. Трансгендеры, трансформеры, пи***рхи. Везде вообще полностью все заполонили. О платьях чиновниц Запада. Ли Страсс. Я обратил внимание, она прибыла в платье фиолетового цвета. Между прочим, как описывают психологи женщин, которые предпочитают фиолетовый цвет в своей одежде. Это женщины, которые стремятся всегда и во всем привлечь внимание к своей персоне. Им свойственны перепады настроения, выраженное тщеславие. Короче, о чем угодно, только не о проблемах россиян. Да, ну и понятно. Ведь холопы могут что-то заподозрить, если честно рассказать, что СВО стало отличным поводом окончательно выжить малые народы России с мест разработки и добычи нефти, золота и газа. И Кремль всячески занимался этим еще до спецоперации. Только тогда вместо мужиков в ЦИНКе методы были немного другие. Чиновники просто делали все, чтобы жить на этих землях было невозможно. Коренные народы Хабаровского края могут остаться без возможности ловить рыбу в том объеме, который позволяет им питаться и добывать деньги на жизнь. Чтобы целые семьи собирались и переезжали в условное Красноярске. Все сейчас по запретам. Семью как вот прокормить. Переезжали хотя бы из-за голода. Хотя, казалось бы, какой может быть голод в богатой зверем тайге и реках, заполненных рыбой. Но вот что в Кремле умели всегда, так это мастерски кошмарить своих же сограждан. Поэтому не стоит удивляться тому, что огромные силы на борьбу с браконьерством были направлены как раз в места компактного проживания аборигенов. Береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ крушит их лодки, отбирает сети, запрещает рыбачить. Люди голодают и бедствуют без работы и помощи со стороны властей. В какой цели вы находитесь? Ведем традиционный образ рыбки. Вам запрещено здесь ввести традиционный образ рыбки? А я не знаю. То есть на сетке в условной Москва-реке никому нет дела. А вот на Чукотке, в Якутии, Тыве, Красноярском крае, где рыба – основной источник питания, власти отправляют для контроля самую современную технику. Мы уже совсем не ловим рыбу, боимся, потому что в любую секунду может прилететь вертолет и забрать нас. При этом для того, чтобы ловить рыбу и охотиться легально, малым народам нужно получать квоты. Но для этого нужно ехать в краевой центр и через суд доказать, что ты принадлежишь к тому или к иному этносу. Свои законные квоты на рыболовство многие представители коренных малочистенных народов сейчас отстаивают в суде. Им для начала надо доказать свою национальную идентичность. С этим большие трудности. Для зачастую малограмотных кочевников это почти нереальная задача. Организации, которые о ужас на западные гранты помогали малым народам Севера, в том числе и с оформлением документов, стали массово признавать иностранными агентами. Мосгорсуд ликвидировал центр содействия малочисленным народам Севера по иску Минюста. Ранее, в 2015 году, организацию внесли в список иностранных агентов. В итоге, без разрешающих документов, люди оказываются перед выбором либо ловить рыбу, несмотря на запрет, и загреметь в каталажку, либо, проживая то ли сверх, то ли в смех державе, пухнуть от голода. И это не фигура речи. Собирать по болотам ягоду для продажи жителям тундры нельзя. Точно так же, как нельзя ловить рыбу и охотиться. Либо помирать с голоду, либо платить штрафы. Просто, чтобы все понимали, магазинов там нет. А вот такие плавмагазины проплывают раз в месяц. Короткий сезон навигации. Да и то, идут только по крупным рекам, то есть доплывают далеко не ко всем. А значит, чем-то еще, кроме рыбы, прокормить семьи, где нередко и по 10 детей, банально нечего. Я без рыбы никак нашел, что я поставлю. Один хлеб, все. Помощи от государства никакой. Зато посмотрите, вот какие чудеса появились даже в самых труднодоступных российских селах. Давно вам бесплатный телефон установили? Недавно, где-то в этом году. В этом году от того карточки не можем разбирать. Провести таксофоны даже в глухую тайгу приказал царь. А бояре, конечно, не смели ослушаться. На проект ушли миллиарды рублей. На фоне показательного уничтожения малых народов таксофоны – это тупо издевательство. Че там, Ваня, голодаешь? Разрешили на Амуре только поверхностными сетями чуток ловить? Это приведет к их уничтожению, потому что ловить на Амуре верховыми 50-метровыми сетками, это все равно, что сетку запретить войти. Вот тебе таксофон! Слава России, в общем! Ну а если серьезно, власть делает все, чтобы люди от безнадеги шли воевать. И желательно домой не возвращаются. Делают все, чтобы и без того сложные условия жизни стали невыносимыми. Мы лишились территории традиционного природопользования. Загрязняются реки, воздух, леса. Нас окружили разрезы, которые добывают уголь открытым путем. Разработка нефтяных и угольных месторождений убивает экологию на сотни километров вокруг. Происходит загрязнение рек. Загадили здесь в первую очередь всю природу. Сейчас вырубили все. Не мешайте нам жить, ради бога. Дайте дожить до конца. Километрами вырубается тайга. А тайга для северян – это охотничьи угодья. Пушнина для коренных народов – чуть ли не единственная возможность заработать на личные деньги. Но лес рубят, вместе с ним уходит и соболь, добыча которого позволяла купить ту же муку, сахар, горючее на целый год. Белка дешевая, горностай – один, два. Конечно, кормилиц – это основной соболь. Получается замкнутый круг, вырваться из которого удается лишь единица. Чукча, Эвенки, Кеты и другие малые народы России вынуждены выбираться из тайги в русские деревни. Собственно, по этой схеме и исчезают целые народности, оставляя свои земли условному «Газпрому» и «Роснефтью». Счастливо жить по законам предков сегодня можно только высоко в горах. На равнине исторические территории постепенно равняют многотонные белазы. С тем учетом, что схема работает, аппетиты в Кремле постепенно растут. Не всегда, конечно, дело связано с бизнесом и землей. Где-то Россия для русских приходит под оберткой борьбы с экстремизмом. В России будет создан федеральный реестр лиц, относящихся к коренным малочисленным народам. Ответственность за этот мониторинг, главная цель которого – поиск разного рода экстремизма, назначена ФСБ России. Но по факту все это детальки одного пазла. И там, где местные элиты не особенно сопротивляются, остается все меньше татарского, башкирского, чубашского, тувинского и все больше русского. Такая себе мононация с лозунгами о дружбе народов по телевизору. Конечно, мы стараемся сохранить и быт, и культуру коренных малочисленных народов севера. И лично у нас для жителей упомянутых регионов плохие новости. Украина никуда не денется. А вот ваши малые народы из-за бюрократии и так называемое СВО могут исчезнуть уже очень скоро. Задумайтесь над этим, когда будете отправлять мужа или сына на войну в угоду тем, кто на протяжении многих лет показательно вытирала вас ноги.